Томас Эдисон, Луиджи Гальвани, Александра Вольта, Андре-Мариам Пер, Джеймс Джоуль, Эмилий Ленц, Георг Ом, Генрих Герц. Десятки ученых пытались получить электрический ток, открывали законы взаимодействия электрических зарядов, исследовали связь между электричеством и магнетизмом, регистрировали электромагнитные волны. Николай Тесла в свою бытность пытался изобрести, даже как бы изобрел беспроводную передачу электроэнергии, но в связи с полученными электромагнитными полями, которые образуются в результате беспроводной передачи, и электромагнитные поля, и плюс небольшое расстояние передачи, как бы этот проект забраковали. На протяжении многих столетий связанные с электричеством природные явления давали пищу для размышления философам-материалистам. До 17 века люди имели весьма смутные представления о существовании необычной энергии. Электричество. Сегодня его эффективное, безопасное использование, заслуга квалифицированных специалистов. Именно они помогают проводить волшебный свет в наши дома. Электрические явления были описаны еще в древнем Китае, Индии и Элладии. Древнегреческому философу и математику Фалесу было известно, что кусочек желтой смолы, натертый шерстью или мехом, может притягивать обрывки бумаги. Янтарь. На греческом этот натуральный полудрагоценный камень называется электрон. Именно это слово и дало название электричеству. Термин был введен английским естествоиспытателем, лейб-медиком королевы Елизаветы Тюдор Уильямом Гилбертом в 1600 году. С развитием и становлением эры электричества человечеству понадобились люди, которые освоили бы эту сферу – электрики. Эта профессия очень опасная, но востребована на сегодняшний день, так сказать, везде. Без электричества сейчас невозможно ничего, то есть начиная от обычной лампочки, заканчивая отоплением. То есть электричество присутствует везде. Представьте просто на сегодняшний день, если у вас остались без электроэнергии, просто в пустой квартире, чем вы будете заниматься? Профессия электрик возникла в конце позапрошлого столетия. Именно тогда, с возведением первых электростанций, появилась необходимость контроля дорогостоящего оборудования и его обслуживания. Сначала новый род деятельности появился в Англии, США, и только спустя несколько лет заветные лампочки зажглись в царской России. На данный момент, конечно, электрик, он более стал профессионален, более образован. Раньше, конечно, электрик это был всего лишь как бы консультант, наверное, присутствовал. Ну, кто мог себе позволить, допустим, электроэнергию в своем доме? Это какой-нибудь зажиточный человек, дворянин, боярин. То есть и электрик там присутствовал как консультант. Время порой диктует моду не только в одежде, но и в профессии. В эпоху плана Гойл-Ро, в начале прошлого века, электрики, можно сказать, были на вес золота. Сейчас без представителей этой специальности трудно обойтись и на крупном предприятии, и в небольшом жилищном управлении. Деятельность электромонтеров связана с постоянным риском. Она требует внимательности и знания способов защиты от поражения электрическим током, а также умение оказать первую помощь пострадавшим от него. Стратегия развития России до 2020 года включает в себя увеличение выработки электроэнергии полтора раза. Необходимо будет построить десятки электростанций, проложить тысячи километров в линии электропередач, организовать бесперебойную работу новой и уже имеющейся инфраструктуры. Каждый год электрики проходят переаттестацию. Для чего она делается? Это проверка знаний теоретических, которые в процессе этой проверки, то есть человек подтверждает свои знания, ну и навыки, соответственно. Электрик сегодня – это специалист, занимающийся монтажом, эксплуатацией, ремонтом промышленного и бытового электрооборудования. Именно его помощи ждут в домах, где искрит розетка или не работает выключатель. Воздушные линии строятся, строятся подстанции, с подстанции строится непосредственно уже кабельная линия, которая подходит непосредственно к зданию. В подстанции, то есть в самом здании делается непосредственно внутренняя разводка, то есть непосредственно опять же это электромонтажники выполняют работу. Ну и вплоть до установки последних светильников. А еще эти люди протягивают электропроводку в жилых и производственных помещениях, а при неисправности чинят ее. Чистят контакты, составляют чертежи и эскизы, занимаются диагностикой неисправности и ремонтом электрических схем в различных устройствах. Всего существует 6 разрядов для электромонтеров и 5 групп допуска по электробезопасности. Разряды и допуски разные для того, чтобы определенный человек с определенными знаниями, навыками, просто он или может работать под определенным напряжением, или не может работать. Есть такие специалисты и разряды, по которым они работают до 1000 вольт, а есть, которые работают до 1000 вольт и свыше 1000 вольт. Электрик должен иметь базовые знания по черчению и прикладной механике, знать технические характеристики и принципы действия обслуживаемых приборов, понимать виды и причины их повреждений и уметь чинить оборудование. Человеческие качества в этой профессии также играют не последнюю роль. Аккуратность, тщательность, добросовестность, потому что если человек схалтурил, соответственно, значит, не проработать это долго, надежно и качественно. Чтобы получить допуск к обслуживанию электроустановок, находящихся под высоким напряжением, необходимо иметь определенный опыт и навыки. Однако, чтобы существенно повысить свой профессиональный статус, требуется получение высшего технического образования. Инженер-электрик. Это человек, который непосредственно связан с разработкой, проектированием, исполнением того, что спроектировал, ну и за наблюдением. То есть, если взять ситуацию такую, что инженер-электрик разработал проект, согласовал его с надлежащими инстанциями. То есть, происходит строительство, происходит последний этап завершения работы. И последний этап, то есть, этот объект просто не принимают в связи с ошибкой данного человека. То есть, на нем достаточно много ответственности. В тот же момент, как бы, его работа особо и не видна. Электрическая энергия легко преобразуется в кинетическую, потенциальную или тепловую. Легко передается. Специалисты говорят, что устройства на ее основе наиболее экологичны. Любые технические процессы невозможны без использования электроэнергии. И кадры в этой области по-прежнему решают все. В последние годы наблюдается повышенный спрос на профессию автоэлектрика. Это связано с тем, что современные автомобили оборудованы сложными электронными устройствами. Сейчас без специалиста в области электричества невозможно обойтись. В строительстве, конечно, нужны. В промышленности, конечно, нужны. Любой завод, любой дом, любое малое частное сооружение требует инженерных коммуникаций, в том числе и электрических. Сегодня электричество окончательно стало неотъемлемой частью нашей жизни. С самого утра и до поздней ночи мы пользуемся дарами электрической энергии. В подъеме свет, кофеварка, фен, утюг, телевизор на работу, а здесь компьютер, кулер, микроволновая печь, холодильник. Человечество давно разучилось жить в темноте. Да будет свет, да будет жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok